То, что касается продления жизни и то, что касается тех разработок, которые, безусловно, ведутся, и часть из них считаются неэтичными, я имею в виду планирование с целью производства органов, например, запасных и так далее, но каким-то образом, я думаю, морально-этическую сторону утрясут. Рано или поздно утрясут, и можно будет получить новые легкие, новую печень, ну, в конце концов, прийти к бессмертию, вероятно. Мне кажется, что при этом, мне кажется, что, во-первых, бессмертие – вещь сомнительная с точки зрения того, хорошо это или плохо. Я не убежден в том, что жить вечно – это хорошо, потому что, на мой взгляд, тогда красота этой жизни и ее привлекательность и все то, что мы ценим в этой жизни и любим, станут, в общем-то, вещами, которые ты можешь в любой момент, ну, грубо говоря, получить, то есть они девальвируются. То есть девальвируется любовь, девальвируются, так сказать, там, какие-то очень важные, на мой взгляд, для человека чувства, там, тоска по родителям, которые ушли, очень важные чувства, которые, в общем-то, делают человека человеком. Но то, что касается продления жизни, то, конечно, хотелось бы жить подольше, и я там в этом смысле не исключение. Другой вопрос, что население земного шара растет с определенной прогрессией, эта прогрессия, так сказать, интенсифицируется каждый год. Что мы будем делать, как мы будем кормить это население, и, собственно говоря, куда мы денем это население, если мы достигнем бессмертия – это большой вопрос. Почему это вопрос? Да, можно было бы улететь на другие звезды, условно говоря, но напоминаю вам, что пока что даже в двигателях ракет мы сжем трупы растений и животных. Пока у нас нет солнечного ветра, пока мы не используем энергию Земли, у нас нет плазмы пока в таком количестве, которая позволила бы двигать космические аппараты на слишком далекие расстояния. То есть при нынешних технологиях мы будем лететь до ближайшей планеты, то ли звезды, то ли планеты, которые то ли годятся для жизни, то ли есть спутник, который годится для жизни. 70 тысяч лет – это долговато пока при нынешних технологиях. Поэтому мне кажется, что сначала, конечно, знаете, это как планировать семью. Понимаете, если ты живешь в одной комнате в коммунальной квартире, вряд ли имеет смысл заводить 12 детей, потому что, в общем-то, жизнь у них будет тяжелая. Я понимаю, если бы всем всего хватало и не было бы войн, а так, представляете, мы и так уже воюем за ресурсы, за воду, за нефть, за полезные ископаемые и так далее. Если население Земли с такой скоростью будет расти, то, вероятно, мы, в общем-то, уничтожим в конечном итоге все вместе, все целиком и бесповоротно, потому что начнется какой-то огромный глобальный конфликт. Но, тем не менее, конечно, бессмертие становится, в общем-то, уже вполне такой реальной перспективой. Это сложно. То есть это и хорошо, и плохо, как, в общем-то, наверное, почти все в мире.